Субтитры создавал DimaTorzok Если работа от имени второго человека не вредит первому человеку, то это разрешено без разногласий. Сава Азина Аднамья Адан. Без разницы, разрешил первый человек это или не разрешает. Ваказали Киаджуд Иза Азина Билатилад Уэнкана Алия Барар. И вторая ситуация, которая также разрешена без разногласий. Если первый разрешает это, даже если работа на второго приносит вред первому. Так, пока вот это ясно или нет? Значит еще раз, если у нас один человек рабочий, Ахмад, взял деньги сразу у двоих. Сначала взял деньги у Зейда и начал работать на него. Потом может ли он взять деньги также у Амра и работать еще и на него? Или это не разрешено? Первые две ситуации, которые разрешены без разногласий. Первая ситуация, если работа на второго, то есть на Амра, никак не вредит вреде первого. Никак не вредит первому. Тогда это разрешено без разногласий. Без разницы, разрешает это первое или не разрешает. И вторая ситуация, которая тоже разрешена без разногласий. Если первый разрешает это, если первый это разрешает, естественно второй тоже ознакомлен с тем, что человек работает на первого человека. Если это разрешение пришло от первого, то это разрешено, даже если вред приходит первому. Это тоже им шала понятно. Далее. Теперь третья ситуация. Если первый человек, то есть первый хозяин денег, то есть Зейд, не разрешает этого, и к тому же к этому еще приходит вред, к первому, то Мазар Ханбалит об этом вопросе, это первое мнение, что это не разрешено. Потому что первое партнерство, для чего его заключил хозяин денег первый? Для того, чтобы взять себе выгоду и какую-то прибыль. Поэтому если рабочий начинает совершать действия, которые мешают получению выгоды и расцветанию, то это является чем неразрешенным. Вот в хадисе, как пришло в хадисе, то есть не разрешено приносить вред другим, без разницы, приносит тебе это пользу или нет. И второе мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых по фитху, то что это огрешено. Сказали, потому что партнерство Мулараба, которое человек, то есть рабочий, в нашем случае Ахмад, заключил с первым хозяином денег, то есть заидом, не означает то, что заид имеет право забирать в себе все возможности, которыми владеет рабочий, то есть Ахмад. Поэтому он не может запрещать ему работы также от имени второго человека, так как если бы ему не было никакого вреда. Или как общий наемный рабочий, то есть если есть у человека наемный рабочий, который работает на него, не означает то, что он имеет право запрещать наемному рабочему работать на второго человека. У Ауджиба Бельфарк, ну а приверенцы первого мнения ответили на это тем, что есть разница в этом. Потому что, говорят, возможно, рабочий, то есть в нашем случае Ахмад, который работает по мударабе, начиная работать на второго, возможно, отвлечется от первого, от обязанности относительно первого хозяина денег. И наш вопрос как раз относительно этого, когда человек не может без вреда работать на второго, но отвлекается на второго, и это приносит вред первому. Говорит, а если же он не отвлечется от первого и будет выполнять свои обязанности полностью относительно первого и второго, то это разрешено. Правильным в этом вопросе является мнение ханбалитов. То есть первое мнение, что это не разрешено. То есть если работа на второго хозяина денег вредит в выгоде первого хозяина денег, то это запрещается рабочему. Говорит, ох, яру, шейху лислам, и это мнение выбрал также шейху лислам. Сумма ла Аллама ибн Усаймин. Затем Аллама ибн Усаймин. Илла ан-намаза вальханабеля, анну инфа'ала залика, фаягум рибха вальхасыль минал мудараба ассанья, илла маль, илла маль, илла мудараба тилула. Новые ханбалиты добавляют к этому еще продолжение, что называется, правильного ответа. Говорят, при этом если он все-таки поработал на второго человека, и это принесло убыток относительно первого человека, то он должен что сделать? Прибыль, которую он заработал со вторым, присоединить к той прибыли, которую он заработал с первым. То есть если он работал с Зайдом и работал также на Амра. И из-за этого Зайду пришел убыток. Так он должен ту прибыль, которую он заработал с Амром, вложить обратно в ту сумму денег, которая имеется между ними и между Зайдом, для того, чтобы Зайд мог покрыть эти свои убытки. Говорит, уахтара шейху лисламу ахарон анну аля яльзаму улдам. А шейху лисламу ибн Тайми, а также другие ученые считают, что это не обязательно. Уахтара шейх ибн Ухаймин, уэннам я асам адата адтихи. И это мнение также шейха ибн Ухаймина сказали, ну он просто берет грех за то, что перешел границу относительно этого. Уахтара шейх ибн Ухаймин, анну язрам, ида фата аля руббин мадал ауэль, баадал масалих. Касил аканат сатуба бисиарин самин, фазагбатат фурса фидаллика. Аума ажба азаллик, вадаву савапа лава адам. Что касается хамбалитов, то что мы озвучили выше, то они имеют в виду, что он должен, вот этот вот рабочий, Ахмад в нашем примере, должен присоединить ту прибыль, которую он заработал с Амром, к деньгам, к его общим деньгам с Зайдом, даже если не пошло никакого вреда Зайдам, так они говорят. Товарищ шейх ибн Ухаймин отрицают это, та же шейх ибн Ухаймин, говорят это неправильно. Поэтому шейх ибн Ухаймин говорит, что да, он должен так поступить только в том случае, в том случае, если действительно Зайд, то есть первый хозяин денег, потерпел какие-то реальные убытки, тогда он должен возместить ему убытки из той прибыли, которую он заработал с Амром. И то это не означает, что он должен поместить в общую, что называется, кашу с Зайдом, с Зайдом всю прибыль, которую он заработал с Амром, но лишь должен покрыть те убытки, которые понес Зайд. Говорит, как, например, если у него была возможность продать товар по дорогой цене, но из-за того, что он отвлекался на работу с Амром, он не смог этого сделать и упустил этот момент. И тому подобные варианты. И именно это является верным. Значит, окончательное мнение в этом вопросе какое? То, что если человек, в нашем примере Ахмад, рабочий, работает на деньги Зайда, в плане партнерства Мубарова, имеет ли он право также начать работать на другого человека? Например, в нашем примере на Амра. Сказали, здесь может быть три ситуации. Первые две ситуации разрешены, третья ситуация не разрешена. Первая ситуация, если его работа на Амра никак не вредит его работе Зайдом, тогда это разрешено без разногласий, даже если на это не согласен Зайд. Второе, если это приносит вред Зайду, но Зайд это разрешает, тогда это тоже разрешено, также без разногласий. И третья ситуация, если Зайд этого не разрешает, и данная работа Ахмада с кем? С Амром, приносит вред Зайду. Тогда это является запретным по более правильному мнению. Что касается убытков, обязан ли при этом Ахмад, то есть рабочий, покрыть убытки, которые он нанес Зайду из-за того, что отвлекался на работу с Амром? Говорим, да, обязан понести убытки, если они являются явными и существенными. То есть, понятно, что эти убытки были принесены именно из-за того, что Ахмад отвлекался на работу с Амром. Это, иншаллах, понятно. Хотя изначально он не имел права переходить на работу с Амром. Но рассматривается вопрос, если он все-таки это сделал и совершил грех. Вот это, иншаллах, понятно. Далее. Следующий вопрос. Если мударик, то есть рабочий, перешел к границе и произвел такие действия, которые он не должен был делать, то есть из-за которых получился что? Убыток. Или получились какие-то тяжелые последствия. То есть совершил то, что ему не было разрешено. Подавляющее большинство ученых считает в этом случае, то, что мударик, то есть рабочий, становится ответственным за это имущество. То есть должен возместить этот убыток. И об этом сказал Хаким Ибн Хизан, как у нас приходило в главе. И второе мнение в этом вопросе, который передается от Хасана Анбасри, а также от Зухри, то, что рабочий не обязан ничего возмещать в этом случае. Но правильным является мнение подавляющего большинства ученых. Потому что в этом случае рабочий действует относительно имущества другого человека без его разрешения. То есть совершает те действия, на которые хозяин денег не давал ему никакого разрешения. Получается, что он управляет чужим имуществом без разрешения. Поэтому он обязан возместить убытки хозяину денег, подобно тому, как если бы он был гасыпом. То есть как будто бы он насильно отобрал эти деньги и действовал относительно них. Вот это пока досюда ясно или нет? Это пока, иншалла, понятно. То есть если, допустим, хозяин денег сказал, не продавай этот товар, кроме как за тысячу, не продавай его дешевле, а тот пошел и продал его за 700, допустим, без разрешения. Так, теперь в этом случае получается, что он приступил к границе. Понятно или нет? Какое правильное мнение в этом вопросе? То, что он обязан возместить убытки тому заиду, то есть хозяину денег в нашем примере. Сколько он должен ему возместить? Вот эту разницу. 300 реалов или 300 рублей. Зейб не разрешил ему продавать меньше, чем тысяча, но он продал за 700. То есть на 300 рублей меньше, чем разрешил ему это Зейб. Так вот эти 300 он должен возместить уже из своего кармана, хозяину денег. Говорит, Теперь говорит, что ученые разошлись во мнениях относительно другого. Если он совершил такое действие, то есть рабочий, которое не было ему разрешено, более того, оно было ему запрещено, и оно в итоге, наоборот, принесло риф, то есть принесло выгоду. Кто получает эту выгоду и кто ее забирает? Говорит Аля Ахуаль. А в этом вопросе несколько мнений. То есть в этом вопросе сразу 4 мнения. Аля Ауаль, первое мнение, То, что весь этот заработок, всю эту прибыль забирает хозяин денег. Калаби и Абу Калабы, это мнение Абу Калабы, а также Нафиа, имама Ахмада, И это внешний мазаб, кого? Шафиитов. Вот это первое мнение ясно или нет? Значит, допустим, хозяин денег у нас, Зейб, запретил ему покупать такой-то вид компьютера в магазин. Но Амар все-таки это сделал. Пошел и купил именно эту марку, которая была ему запрещена. И затем продал эту марку, и получилась неплохая прибыль от этого. Кто забирает эту прибыль? Говорит первое мнение в этом вопросе, то, что прибыль забирает полностью хозяин денег. Почему? Потому что в данном случае рабочий совершил то, что не имел права совершать. Поэтому это действие как бы аннулировано с его стороны, и все его результаты переходят кому полезны, переходят хозяину денег. Это их логика и аргументация. Азани, второе мнение в этом вопросе, и это саддака берлиф. То, что хозяин денег и рабочий должны эти деньги потратить в качестве саддака. Никто не имеет права забирать эти деньги. Почему? Потому что как бы действия рабочего являются какими? Являются неузаконенными. Действия рабочего являются неузаконенными. И как бы аннулированными изначально. Поэтому эти деньги не принадлежат никому. Ни хозяину не принадлежат денег, ни рабочему. Поэтому они должны раздать это в качестве саддака. Понятно или нет? Говорит, И это мнение также о лаузаре. И третье мнение в этом вопросе, То, что этот прибыль и этот заработок Должен поделиться так, как обычная прибыль, Так, как они заранее договаривались. Говорит, Потому что это один из видов перехода границ, Но этот переход границ не запрещает им обоим Разделить эту прибыль так, как они заранее договорились. И это мнение Малика, а также Ияса. И четвертое мнение в этом вопросе, Это мнение Мама Ахмада в одном из разводов от него, То, что это действие рабочего приравнивается тому, Что называется Тасарруф Аль Фадули. Этот вопрос мы уже разбирали ранее. Что такое Тасарруф Аль Фадули? Это когда один из, когда, точнее, уполномоченный, Которого, уполномоченный на какое-то дело, Совершает то, на что его не уполномочили. То есть совершает действие, на которое не получал разрешение. Но в итоге это действие приносит какую-то пользу. Это называется как? И правильное мнение, которое передается также от Имама Ахмада, Относительно Тасарруф Аль Фадули, То, что оно приостанавливается на разрешении хозяина. То есть на разрешении уполномочившего. Если в итоге уполномочивший это разрешит, Тогда это становится разрешенным. И это четвертое мнение также почитал правильным Ибну Муфлих в его книге Аль Фуро. Довод на это какой был, помните или нет? То, что пророк, саллаллаху аль ассалям, Одному из подвижников передал деньги, Для того, чтобы он, что сделал, купил на эти деньги баранов. Вместо этого он купил сразу двух баранов, Которые были, Который каждый из них равнялся по цене тем деньгам, Которые дал пророк, саллаллаху аль ассалям. И посланник Аллаху аль ассалям принял это. И не поругал его за это. Это говорит о том, что если уполномоченный совершает какое-то действие, На которое не было ему, что называется, приказа или разрешения, То оно, его правильность, его действительность, Приостанавливается на разрешение хозяина. На разрешение уполномочившего, или в нашем примере, хозяина денег. Кунту говорит шахфаутану хизан, Вадам коваль и язгару ли анну акрабу лакуаль. Говорит, мне показалось то, что самым близким мнением к истине является мнение четвертое. То есть, в итоге, что получается? Что если хозяин денег все-таки посчитает эти действия действительными, И в итоге согласится с ними, То они должны делить прибыль на двоих, Так как договорились ранее. Если же хозяин денег это действие не разрешит, То это действие считается недействительным. И рабочий должен вернуть все на свои места, Если это возможно. То есть, должен вернуть обратно этот товар, И обратно забрать свои деньги. Говорит, Если же это уже невозможно, То тогда необходимы эти деньги, На всякий случай, ближе к боязности, Лучше раздать в качестве садата. Если же этого хозяин денег делать не захочет, Тогда он прибыль забирает всю себе. Почему он забирает всю эту прибыль себе? Потому что это прибыль, Которая возникла на основании его денег. То есть, возникла как действие, Которое взяло источник из его денег. Понятно или нет? Поэтому, в данном случае, Он имеет право забрать в итоге эти деньги себе. И одному Аллау лучше известно. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? Если рабочий совершил такие действия, На которые у него не было разрешения. Или на которые относительно него был запрет. Не имел права таких действий делать в этом партнерстве. Здесь мы говорим, Первое, во-первых, То, что он не имеет права такого делать. Если он такое сделает, То он берет на это грех. Второе, если он все-таки такое сделал, И это понесло убытки, То правильное мнение в этом вопросе, То, что он должен возместить эти убытки Хозяину из своего кармана. Если же, наоборот, Эти его действия привели к прибыли и к доходу, Тогда это приостанавливается на что? На разрешение хозяина денег. Если он разрешит его действия, То эти действия считаются действительными, И они делят прибыль так, Как делят обычную прибыль. Если же хозяин это не позволит, И посчитает эти действия недействительными, Тогда эта торговля, Которую произвел рабочий, Считается недействительной, Если возможно все вернуть назад, То необходимо вернуть назад. Если же вернуть назад не получается, Тогда эти деньги лучше раздать в качестве садаха, То есть, которые были получены в качестве прибыли. Если же хозяин на это не согласен, То есть, хозяин денег, Тогда он может забрать эту прибыль себе, Так как эта прибыль была заработана на основании, и на его деньгах. Далее. Следующий вопрос является очень важным. Когда рабочий считается заслуживающим прибыль, заслуживающим прибыль, которая была произведена. Сказал Ибнукудама в своей книге Аль-Мухни, Рабочий не имеет права брать ничего из доходов, ничего из прибыли, пока не вернет полностью начальный капитал, который получен был им от хозяина денег. Вот это ясно или нет? Это важный момент, который многие из людей выпускают из вида. То есть если ты являешься рабочим, и кто-то дал тебе деньги, на которые ты работаешь, то есть сказал тебе, вот держи эти 10 тысяч долларов, работай на них, прибыль будем делить пополам. Что это означает? Означает ли это, что ты эти 10 тысяч долларов вкладываешь в дело, и потом с первого рубля, что называется, или с первого доллара прибыли, начинаешь эту прибыль, делить между собой и между хозяином, или не означает? Нет, не означает. Но ты сначала должен работать, 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 пока не накопишь вот эти вот 10 тысяч долларов за год. Понятно? Ты же их сейчас вложил, ты же уже их потратил, вложил их на, допустим, здание, на аренду здания, вложил их на покупку товара, вложил их на рабочих, и тому подобные действия. Эти деньги у тебя ушли. Потом люди начали приходить и покупать у тебя те компьютеры, которые ты начал, допустим, продавать, и заплатили тебе первые деньги. Кто-то отдал тебе 30 тысяч рублей, кто-то заплатил 20 тысяч, кто-то заплатил 10 и тому подобное. У тебя набралось, допустим, в течение первого дня, или в течение первой недели, допустим, 50 тысяч рублей как доход. Считается ли этот доход, который ты делишь между тобой и между хозяином денег? Нет, не считается. То есть ты должен зарабатывать, пока не заработаешь, обратно эти 10 тысяч долларов. Потом ты их должен отдать хозяину, и только потом следующие доходы, которые у тебя будут, ты уже начинаешь делить между собой и между хозяином денег. Понятно или нет? Когда мы говорим хозяину, не имеется в виду, что он твой хозяин, подобно рабу, подобно тому, как ты его раб. Нет, имеется в виду хозяин денег. Не твой хозяин, хозяин денег. То есть это для того, чтобы легче понимать, о ком идет речь. Вот это вот пока понятно или нет? Это пока, иншаллах, понятно. Если, говорит, в процессе работы частично получается прибыль, частично получается хусран, то есть что, наоборот, убытки, то убытки покрываются из прибыли. Убытки покрываются из прибыли. То есть, допустим, что ты начал работать и накопил уже 2 тысячи долларов, для того, чтобы отдать их будущим хозяину. Потом эти 2 тысячи долларов, у тебя опять получился, что убыток. Дошли до полторы тысячи долларов. Потом со следующей сделки, плюс еще доход 1800 и тому подобное. То есть, известно, что в финансовых вопросах прибыль в убыток постоянно варьирует. Не бывает такого, что всегда прибыль или всегда убыток. Чаще всего бывает и прибыль в убыток. Так, говорит, не означает то, что прибыль ты можешь забирать себе, а убыток касается только хозяина денег. Нет, ты должен работать, пока не наберешь вот эти вот 10 тысяч долларов, которые тебе были переданы. Потом ты их должен вернуть, и после только этого вы начинаете будущую прибыль, что делать? Делить между тобой и между хозяином денег. Это, иншаллах, понятно. Говорит, что такое вадыа. Ясно, жюбератан вадыа. Вадыа – это хусра, то есть убыток. Минар-рибх, то есть из прибыли. Дальше. Говорит Сава, при этом израильцы говорит, убыток и прибыль были ли одновременно, или убыток пришел в одной сделке, а прибыль пришла в другой сделке. Или убыток был из одного путешествия, а прибыль была из другого путешествия торгового. Потому что, смотри, потому что, смотри, потому что что такое прибыль? Прибыль – это то, что вышло за капитал, который тебе был передан. То есть, если тебе было передано 10 тысяч долларов, потом ты их растратил и заработал плюс тысячу долларов, все, что у тебя есть в руках сейчас, это тысяча долларов. И растраченные 10 тысяч долларов. Это не называется прибылью. Прибылью называется то, что перешло за изначальный капитал. Говорит, а то, что не перешло за изначальный капитал, то это не называется прибылью. И мы не знаем в этом никакого разногласия. Значит, без разногласия у обладателя знания, то, что рабочий не имеет права брать себе ничего из денег, пока не вернет хозяину денег, все эти деньги, которые он у него изначально взял. Кто-то может сказать, а тогда чем рискует хозяин денег? Рискует он тем, что если вот эти вот 10 тысяч долларов будут потрачены, и потом никакой прибыли вообще не будет получено, и они разорвут договор между друг другом, то есть Зейд и рабочий Ахмат разорвут договор друг с другом, то Зейд останется без денег. И убытки несет кто? Зейд. Понятно или нет? То есть, если в процессе работы будут убытки, эти убытки несет кто? Эти убытки несет хозяин денег и не несет их рабочий. Почему? Потому что рабочий несет убыток со стороны своей работы. То, что он вкладывал работу, тратил время и тому подобное, и в итоге ничего не получил. Он страдает с этой стороны. А Зейд, с какой стороны страдает хозяин денег? Страдает со стороны той, что он несет финансовый убыток, именно денежный. Они берутся из его капитала. Далее. Следующий вопрос. Мата ямлику л'амилу насыба у минальрифх. Когда рабочий начинает считаться владеющим его долей доходов? То есть, этот вопрос отличается от вопроса первого, который мы только что разбирали. Только что мы разбирали вопрос. Когда рабочий начинает заслуживать прибыль? Мы сказали, после того, как он отдаст и вернет полностью те деньги, которые он забрал у хозяина денег. После этого следующие деньги уже какие-то мустахакка. То есть, в них тоже есть его право на это имущество. Теперь другой вопрос. А когда рабочий начинает владеть деньгами? То есть, в том смысле, что он уже все, деньги хозяину денег отдал, и началась прибыль. То есть, началась прибыль такая уже, какая, что называется, голая прибыль, в которой нет доли у хозяина денег. В том смысле, что ему эти деньги не должны возвращаться. Они уже будут делиться по долям. То есть, когда рабочий начинает иметь право на эту сумму или на эту прибыль. Говорит Минам Манкали, из ученых есть те, которые сказали, то что рабочий уже как бы обладает правом на прибыль безугории, если эта прибыль стала явной. Даже если они еще ничего не поделили. То есть, работают, работают, деление пока не произвели. То есть, в кассе деньги лежат 1000 рублей, 2000 рублей, 5000 рублей, 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. То есть, скажем, в нем деньги увеличиваются, увеличиваются, и они не сели за стол и не разделили эти деньги. Не разделили эти деньги. Но первое мнение ученых, они говорят то, что уже этот человек, у него есть право, то есть, у рабочего уже есть право на эти деньги. Это, брат, не означает, что он имеет право эти деньги брать. Брать и пойти тратить. Нет. Без разрешения хозяина денег он не может этого делать. Потому что у того есть его доля, и у этого есть его доля. Но суть в том, что эти деньги уже считаются его владением. Для чего этот вопрос тогда вообще рассматривается, если он их не берет? То и просматривается, потому что если деньги считаются чьим-то владением, то от этого следует много всяких разных шариатских постановлений. Как допустим, что он должен с этих денег платить закат и тому подобное. Понятно ли, даже если он их не может пока сказку взять, но эти деньги уже считаются его владением. Отсюда следуют разные шариатские постановления, поэтому этот вопрос разбирается. Говорит, и это первое мнение принадлежит ханбалитам. Это мнение также Абу Ханифы. Эти деньги не считаются его владением, пока они их не поделят. То есть пока они сядут за стол, не вытащат деньги из кассы и не поделят на двоих. Понятно или нет? Говорят, только после этого владение относительно этих денег считается каким установившимся для рабочего. Говорит в Урховлю Малик, в Ахмад Фирива. И это мнение имама Малик, а также имама Ахмада в одном из революбах от него. Потому что, говорит, если мы скажем, что он владеет этим имуществом, то получится как будто бы это уже шарика Туль-Инан. Что такое шарика Туль-Инан? Когда оба скидываются деньгами, оба должны работать. Понятно или нет? Если мы скажем, что он уже владеет теми деньгами, которые в кассе, получше, что эти деньги впущены в оборот вместе с деньгами хозяина денег. Понятно или нет? То есть получается, что уже скидывается не только хозяин денег деньгами, но еще и рабочий. А работает в итоге только он, говорит. А хозяин денег уже ничего не делает. Это уже, говорит, получается не то, не сё. То есть и не Мударба, и не Айна. Это их аргументация. Говорит, и третье мнение в этом вопросе, это мнение некоторых хамбалитов, а также из них Шейхул-Ислам и Мудзимия. То, что деньги рабочие на них имеют право только после того, как они разорвут сделку Мударба. То есть всё разрывают сделку, берут прибыль и тогда только между собой её делят. После этого рабочий становится каким владеющим этой прибылью. Значит, что? Как это понять вообще? Кто-то может сказать, а зачем они должны разрывать Мударба? Здесь вот такое вот дело есть, брат. То, что Зайд Амар, допустим, договорились. Зайд говорит, а даю тебе деньги, ты работаешь. Зайд говорит, какой срок мы будем работать? Зайд говорит, во-первых, отдашь мне все деньги, которые я тебе дал. После этого работаем полгода. После этого мы с тобой вдвоём работаем полгода. Через полгода мы разрываем с тобой договор нашей Мударба. Всё, садимся за стол и делим прибыль или убытки. Если есть убытки, их беру на себя я. Кто их на себя возьмёт? Знаете, из его имущества. Если есть прибыль, мы разделим её между тобой и мной пополам. 50 на 50, допустим. Значит, третье мнение в этом вопросе, это мнение кого? Некоторых анбаритов из них Шех Месамит Амин. То, что вот этот вот рабочий считается владеющим этой прибылью или этими деньгами, после того, как они вот это вот Мударба разорвут через полгода, и эти деньги между собой поделят. Всё. И тогда он считается кем? Он считается владеющим этими деньгами. Получается, брат, что если они заключили Мударба, например, на два года, деньги всё лежат в кассе, всё лежат и лежат. То есть, эти деньги, по третьему мнению, не принадлежат кому? Не принадлежат рабочему, а принадлежат всё время, пока зайдут. Кто будет выплачивать закат с этих денег? С этих денег будет выплачивать закат зайд, не будет выплачивать рабочий. Но он начнёт выплачивать с этих денег закат после того, как станет владельцем. А это после того, как они разорвут Мударба между собой. Говорит, Говорит Шахмам Ахизан, Первое мнение в этом вопросе является наиболее верным. То есть, какое? То, что сразу с появления прибыли, рабочий считается уже заслуживающим, точнее, владеющим этими деньгами, этой своей долей. Всё, даже если они ещё не поделили, и между собой Мударба ещё не разорвали и тому подобное, кто владеет этими деньгами, которые появились заново в кассе? Владеет ими как рабочий, так и хозяин денег, в тех процентных долях, на которые они договаривались. Говорит, Говорит, Но, говорит, его владение считается каким? Неполноценным. То есть, полноценным его владение станет только после того, как они полностью рассчитаются. То есть, сядут за стол и поделят эти деньги. И об этом заявил также сразу несколько ханбалитов. Более того, Ибнураджик указал на то, что это мнение Ибнур Ахмада явное, которое он высказал. Вот этот вопрос понятен пока или нет? Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Может ли хозяин денег покупать тот товар, сам покупать себе тот товар, который купил рабочий? То есть, допустим, он дал рабочему 10 тысяч долларов. Кто-то открыл магазин, который торгует компьютером. Сам же хозяин денег пришел и купил один из компьютеров. Разрешено такое делать или нет? Говорит, Говорит, Некоторые ученые говорят, что такая сделка является недействительной. То есть, хозяин денег не может покупать этот товар, который купил рабочий на его же деньги. О, Павле Шаби и Ахмад Фирива. Это мнение Ибнур Шаби, а также Ибнур Ахмада в одном взрыве от него. Лянну Милькулу. Сказали, потому что эти компьютеры, это и есть его владение. Говорит, Фаляя Сахшарау Кашараги Мин Вакилии. Это он не имеет права покупать свои же вещи. То есть, ты же не можешь сам у себя, свою же книжку, допустим, купить. Или свой же компьютер сам у себя купить. Нет, говорит. И Кашараги Мин Вакилии. Это подобно тому, как если бы он купил у своего полномоченного. Он же у этого полномочия на этот же компьютер сам же и купил. Понятно первое мнение в аргументациях. Дальше Умин Уман Каль. И второе мнение в этом вопросе. Мнение других ученых, которые сказали, если это разрешено, хозяин денег может отправляться и купить компьютер из магазина. Увакховлю Малику Лаузаи. Это мнение Мама Малику Атаджа Лаузаи, Атаджа Абу Ханифы и Мама Ахмада в одном из ребятах от него. Потому что это уже не его голое имущество. Но с ним, с этим имуществом связано право рабочего тоже. То есть рабочий уже вложил свои действия, свою работу и тому подобное. То есть эти компьютеры не считаются голым правом хозяина денег. Понятно ли мне? Но считаются как бы их общим владением. Уэштори Бимислима Эштори Гайру. И он должен купить по такой цене, по которой обычно будут покупать другие люди. То есть не должен сам себе дешевле продавать. Но покупает так, как покупают другие люди. Лита Алью Хаккан Мударипей. Почему не может дешевле, чем остальные люди покупать? То есть должен покупать по средней рыночной цене. Потому что с этим товаром связано право рабочего, а не только его право. И это второе мнение является наиболее верным. И одному Аллаху лучше известно. То есть правильное мнение в вопросе какое? То, что хозяин денег может покупать эти товары сам для себя. Даже если они куплены были изначально на его деньги, на его капитал. Следующий вопрос. Теперь наоборот. А рабочий может сам себе покупать из этого товара или нет? То есть только что вопрос разбирался какой? Хозяин денег может покупать или нет? А теперь что сам рабочий? Может покупать что-то из этих товаров, которые он сам же купил на деньги хозяина денег? Или не может этого делать? Говорит, если рабочий купил сам себе из этого товара что-либо, так, что прибыль еще не начала выявляться, Саха это является действительным. Наса Али Ахмад об этом сказал имам Ахмад. Это мнение также имама Малика, а также Суфьяна Саури, а также Ала Узаи, Исхака, и Хуки, и Залика, и Абханифа. Это передается также от Абу Ханифы. И сказал Абу Саури, Сказал Абу Саури, это второе мнение в этом вопросе, то, что такая сделка является недействительной. Почему? Потому что он является партнером. Говорит Ибн Кудама, Азанас то, что это является чужим имуществом. Поэтому является разрешенным, если он купит это имущество, как чужое. Как если бы уполномоченный купил у того, кто его уполномочил. То есть я прихожу и уполномочиваю тебя продать компьютер другим людям. Или вообще продать этот компьютер. Можешь ли ты сам его купить по среднерыночной цене? Можешь его купить сам. По среднерыночной цене. В этом проблемы нет. То же самое говорят здесь. Говорит Шех Мхамад Ибн Хизам, правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых. Хатта должно быть. Вау, здесь лишнее. Хатта в инзахара фитмали риф. Даже если в этом имуществе уже выявилась прибыль. То есть нет такого условия, что это имущество должно быть куплено только на деньги хозяина денег и прибыль вообще не выявилась. Нет, Шех Мхамад Ибн Хизам говорит, даже если прибыль уже выявилась, то нет проблемы, если рабочий купит из этого товара что-либо по среднерыночной цене. Потому что в этом случае рабочий превращается как бы в партнера. Говорит он, Сахи Анна Шири, я чувствую, а не штери, а биси, а майя, бе, ле, 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 ле. И правильное мнение в этом вопросе то, что партнер может покупать из партнерского имущества что пожелает по среднерыночной цене. Так как если бы он был посторонним человеком. То есть не должен сам себе по заниженным ценам что-то продавать или покупать. Понятно или нет? Но должен покупать по среднерыночным ценам. Далее. Следующий важный вопрос Если рабочий скончался и его деньги перемешаны с деньгами хозяина денег и невозможно отличить что из этого его деньги а что из этого деньги хозяина денег. Понятно или нет? То есть смотри, хозяин денег, дал ему 10 тысяч долларов на то, чтобы он работал относительно этих денег. Потом этот рабочий вложил эти деньги, часть может быть не успел вложить и тому подобное. Примешал к этим деньгам еще и свои деньги и так далее. Почему это можно делать? Нет, свои деньги к этим деньгам перемешать. Можно это делать, в этом проблемы нет. Главное, чтобы он отдал эти 10 тысяч долларов в итоге кому? Обратно. Хозяину денег. Таил. Теперь, после этого он скончался. То есть рабочий скончался и остались у него деньги. И непонятно, чьи это деньги. Хозяина денег или его собственные деньги, которые он к ним примешал. Говорит Мазабу Ахмад Анна Атасыру Дейнан Фидим Матихи Мазаб Имама Ахмада заключается в том, что эти деньги превращаются как долг на нем. То есть он должен отдать долг кому? Хозяину денег. И поэтому родственники, то есть должны из его наследства отдать эти деньги кому? Хозяину денег. А если он является банкротом, то есть в смысле, что у него не хватает денег, чтобы покрыть долг хозяину денег, то в этом случае хозяин денег становится одним из кредиторов. Понятно вот это или нет? Смотри, человек взял 10 тысяч долларов, потом скончался. В итоге все его имущество оказалось лишь 5 тысяч долларов. То есть деньги, что сделали, были распрачены. Осталось только 5 тысяч долларов. Что делать хозяину денег? То есть хозяин денег становится одним из кредиторов. Все кредиторы приходят и говорят, я ему давал долг 2 тысячи других, где я ему давал тысячу других, где я ему 50 долларов, где я ему 10 тысяч долларов. И все потом оставшиеся деньги делят в процентах соотношения, как мы это проходили ранее по книге. Говорит, Говорит, нет, этот рабочий не обязан ничего возмещать хозяину денег. Почему? Потому что, возможно, деньги хозяина денег погибли, пропали где-либо. правильно является мнение имама Ахмада. Понятное мне то, что этот человек после его смерти его родственники должны из его имущества возместить деньги хозяину денег, если они имеются. Если они не имеются, то должны возместить ему часть его денег, так как, если бы он был одним из кредиторов у банкрота. Далее. Следующий вопрос. Если рабочий увидел то, что в этом деле, то есть, которое он совершает, появилась прибыль и выявилась прибыль, может ли он брать из этой прибыли без разрешения хозяина денег. Говорит, если в Мубарова, то есть, в этом партнерстве выявилась прибыль, то Мубарик, то есть, рабочий, не имеет права брать ничего из этого без разрешения хозяина денег. Говорит, мы не знаем относительно этого среди ученых никакого разногласия. Почему такое не разрешается без разногласий? Говорит, из-за трех причин. Первая причина. Потому что вот эта вот прибыль, которая имеется, является защитой изначального капитала, то есть, вот этого начального капитала, который внес хозяин денег, вот эта вот прибыль является, как бы, защитой для него. И говорит, эти два партнера не защищены от того, что они могут допустить что-то из убытков, из чего-то дурного и дурных последствий, которые покроются вот этой вот прибылью. И это уже перестанет называться прибылью. Почему? Потому что ею будут покрываться что расходы. Вот здесь, брат, прежде чем читать дальше, необходимо разъяснить один очень важный момент, который дает понимание следующих вопросов, которые мы будем читать. А это то, что вот в этой вот шарика, которая называется мудараба, как мы сказали, есть хозяин денег и есть рабочий. Так вот, ранее, на одном или в одном из вопросов мы читали о том, что прибыль не делится между двумя партнерами, пока хозяин денег не заберет полностью свои деньги, которые он изначально вложил как капитал для этого партнерства. Правильно? Так говорили или нет? Так говорили. Так вот, здесь, брат, есть такое понятие, которое называется кисма тульмам. Деление или кисма тульмам. Деление прибыли. Деление прибыли. Допустим, смотри, если мы говорим, человек, хозяин денег, вложил, допустим, 10 тысяч долларов, передал их Амру и Амр начал на них работать. Купил, допустим, различный товар, снял арендное помещение, может быть, начал, нанял кого, продавцов и тому подобное, работа пошла. И они двое договорились то, что будут делить прибыль имеющиеся, допустим, каждый квартал или каждый полгода. Так вот, смотри, например, в течение двух или трех месяцев, двух или трех месяцев, деньги, которые вложил ЗАИД, в нашем примере, сколько? 10 тысяч долларов, вернулись к ЗАИДу. То есть, они их отработали и Амр отдал их ЗАИДу. Все, через три месяца уже пошел период какой? Период прибыли. То есть, те деньги, которые зарабатываются, это уже не деньги из начального капитала, но деньги какие? Деньги из прибыли. Так вот, брат, допустим, они договорились, что будут делить прибыль каждые полгода, допустим. Сколько у нас осталось до полугода? Три месяца осталось. Вот теперь смотри, например, 10 тысяч долларов за это обратно на руки получил, перед нами еще три месяца, правильно или нет? Работают, работают. Сегодня, допустим, прошла неделя, две недели, три недели, в кассе оказалась прибыль, допустим, еще тысяча долларов или еще две тысячи долларов и тому подобное. Но случилось что-то и получилось какой-то, получилось какой-то убыток на 500 долларов. Сегодняшняя, допустим, сделка принесла доход тысячу долларов, это просто условно говоря, а завтрашняя сделка наоборот принесла убыток в 500 долларов. А вот этот вот убыток в 500 долларов покрывается за счет чего? За счет денег, хозяина денег, то есть за счет заедовских денег или за счет той прибыли, которую они заработали. Так вот, брат, этот убыток покрывается за счет той прибыли, которую они заработали. Понятно или нет? Вчера же они тысячу долларов заработали как прибыль. Это уже кроме денег за это, дополнительно тысячу долларов. А сегодня они ушли в убыток на 500 долларов из-за какой-то сделки. Получилась общая прибыль, убыток, или доход, убыток, сколько получилось? 500 долларов прибыли. Понятно ли нет? Почему 500 долларов? Почему не говорим 1000 долларов прибыли? Потому что из 1000 долларов вот эти вот 500 ушли на погрешение сегодняшнего убытка. 500 долларов. Вот это вот условие wiry нет. И вот так, брат, продолжается, пока не подойдет вот эта вот черта в полгода. То есть вот эти вот оставшиеся три месяца, которые у нас остались впереди, пока не закончится. Постоянная хасара, которая есть, постоянно покрывается из чего? Из рифха, который есть. То есть, постоянный убыток покрывается постоянно из доходов. Вот теперь пришли наконец-то эти полгода. Сели Z с Амром за стол, Z свои 10 тысяч уже 3 месяца назад давным-давно забрал, себе в карман положил. Теперь что они делают? Открывают кассу и смотрят, сколько у них прибыли, или сколько у них убытков и тому подобное. Смотрят, допустим, у них получилась прибыль 3000 долларов. В течение этих 3 месяцев, вместе с убытками, с доходами и тому подобное, все это отняли, осталась прибыль, сколько? 3000 долларов. В начале они договаривались, чтобы уделить прибыль пополам. Теперь, сколько заберет Z и сколько заберет Амр? Z заберет 1500 долларов, половину от этих 3000 долларов, Амр заберет 1500 долларов. Вот с этого момента, брат, с этого момента, вот эти 1500 долларов, которые Амр забрал, все, это деньги его. Эти деньги его. Они уже не являются защитой для изначального капитала Z. И ими уже не будут покрываться в дальнейшем никакие убытки. Дальше, теперь они вот эти полгода все съели, деньги разделили, и как бы начинают все заново. Как бы начинают все заново. Здесь можно сделать так, можно разорвать первого муларова, первый партнерский договор можно вообще разорвать, и потом начать его заново. Z опять вкладывать деньги, и начинается работа заново. Либо можно это не разрывать, а просто продолжать работать так, как они работают. Но если есть какие-то убытки, точнее уже не убытки, а так называются расходы. Допустим, надо же рабочих зарплату платить, надо арендную плату за помещение платить, надо за электричество платить, надо, надо и тому подобные вещи. Теперь, кто будут, из каких денег эти, вот эти все расходы будут покрываться? Из денег за это. Понятно, или нет? Z продолжает что делать? Покрывать эти расходы с условием того, что Амр работает, опять-таки. И потом, через полгода, они опять делят, делят, что называется, делят будущую прибыль. То есть, вон сейчас, как бы, Z опять, если что-то нужно заплатить из расходов, платит, платит, выплачивает все это, и они, как бы, опять начинают заново работать. Все, потом уже, потом уже, вот эти вот расходы, убытки и тому подобное, они делятся на кого опять? Они покрываются из прибыли. Понятно ли нет? Тут уже участвуют, как бы, не только деньги Z получаются, а деньги Амра уже тоже участвуют, получается. То есть, они, как бы, заново начинают вот эту вот дорогу. И вот эти полгода они опять начинают. Доходы, расходы, убытки, прибыль и тому подобное. Одно покрывает другим. Потом через полгода садятся опять. Если прибыль есть, что делают? Разделяют между собой. Опять Амар свои деньги забирает, все. Эти деньги в его кармане он уже не будет. Не будет из этих денег что-то покрываться в их шариках. Ясно? Вот эти вот теперь слова идут. Почему? Даже если прибыль уже выявилась, вот это вот 2000 долларов, мы же сказали, появилась. Почему он не может забрать ее рабочий? Потому что эти 2000 служат как бы защитой для возможных будущих убытков. Вот завтра же, мы сказали, наступило, 500 долларов убыток получился. Откуда покрылись из вчерашних 1000 долларов или из вчерашних 2000 долларов? Ясно? Поэтому. Видишь, говорит Ахадуга, первая причина. Потому что вот эта вот прибыль является защитой для капитала вот этого партнерства. Видишь, они не обезопасны от того, что будут нести определенные убытки. Говорит, и вот эта вот прибыль как раз будет покрывать эти убытки, если что. Дальше. И этим самым получается уже не прибыль. Видишь, сегодняшние 1000 долларов мы называем их как прибыль. Завтрашний, точнее, убыток в 500 долларов превратил 1000 долларов уже не в прибыль. А сколько прибыли осталось? Только 500. Видишь, вторые 500 уже исчезли, перестали быть прибыльным, но закрыли собой убыток. Говорит, а соответственно, раз это не прибыль, Амар не имеет права на эти деньги. В Асане вторая причина. Вторая причина то, что хозяин денег является кем? Шириком, то есть партнером этого рабочего. И он говорит, он, то есть вот этот вот рабочий, не имеет права сам себя делить. То есть имеется ввиду, сам без своего партнера делить эту прибыль. То есть они же двоем, два партнера, Зэп и Амар. Не может один из двоих приходить и просто так из кассы забирать без разрешения второго, без предупреждения второго. Потому что это его партнер. Если они делят эту прибыль и забирают прибыль, то это должно быть с обоюдного согласия. Дальше говорит, остались и третья причина. Однаминка вуалея Зайру Мустахир. То, что владение Амра, хоть мы и говорили, то что он уже эти деньги, как прибыль, уже считается его владением. Но это владение, мы говорили, какое? Неутвержденное окончательно, неустановленное полноценно. Почему, брат, оно не полноценно установленное? Вот потому что оно, возможно, пригодится для того, чтобы покрывать будущие убытки. Возможно, эта прибыль перестанет быть прибылью. Соответственно, выйдет из его владения. Поэтому, хоть он и владеет этими деньгами на тот момент, когда они есть, но это владение не является твердо устоявшимся. А когда оно станет Микхун Мустахир, твердо устоявшимся владением? Вот когда наступит эта черта в полгода, допустим, если они договорились на полгода. Понятно или нет? Вот через полгода, когда он свою прибыль заберет, это его Микхун Мустахир. Как вы сказали, эти деньги уже не пойдут на покрытие убытков в будущем. Дальше говорит, Потому что эти деньги в постоянной опасности того, что они выйдут из его владения для покрытия убытков. Говорит, а если хозяин денег разрешит рабочему что-то брать из нынешних доходов, которые уже появились и выявились, то это является разрешенным. Потому что здесь никто им двоим не может этого запретить. Потому что все имущество это их имущество. И нет кого-то третьего постороннего. Это вопрос ясен или нет? Дальше. И последний вопрос, если два партнера поторопятся с разделением прибыли до того, как они завершат торговлю. Как понять до того, как они завершат торговлю? То есть до того, как хозяин денег заберет все свои деньги. Пока он заберет свой, пока он еще не забрал свой капитал, они уже решили что-то поделить. Или решили что-то взять из денег, из кассы до того, как вот эти вот полгода пришли. Потому что Амар может прийти и сказать, мне на что-то надо жить. Мне нужно кормить семью, мне нужно кушать. Давай я буду брать, допустим, каждый месяц из кассы, например, столько-то тысяч рублей. Хозяин денег говорит, я тоже беру для себя право брать, допустим, из кассы определенную сумму денег каждый день или каждый месяц и тому подобное. Такое разрешено или нет? Говорит Ибн, Кудама, в своей книге «Аль Мухни». Говорит, если один из двоих партнеров требует деления доходов до того, как еще капитал изначальный вернулся хозяину денег, а второй партнер от этого отказывается и не позволяет это, и не соглашается с этим, говорит, в этом случае отдается предпочтение того, кто отказывается от этого. То есть, понял, да? Смотри, они начали работать, поставили условие какое? То, что через полгода будет делить прибыль. Теперь через два месяца Амар, допустим, приходит и говорит, можно я возьму, например, допустим, 5 тысяч рублей из кассы? Или наоборот, хозяин денег приходит, говорит, можно я возьму из кассы 5 тысяч? Или приходит кто-то из них двоих и говорит, давай, не будем полгода ждать, давай сейчас разделим все, что у нас есть и тому подобное. Вместе с тем, что капитал еще не вернулся к заигр. Теперь, говорит, если один из них не согласен на это, то это не позволяется. То есть, второй не может пойти насильно и разделить имущество. Говорит, ляанноу инканарабанман, потому что он, то есть, кто он? Мунтаня, то есть, отказывающийся от этого. Если он не является владельцем денег, хозяином денег, то ляанноу ляя мананхус рамфер асэльмен, то есть, если он позволит сейчас деление этого имущества как бы заблаговременное, то он в опасности от того, что не сможет в итоге вернуть свои деньги, которые он вложил. Так или нет? Потому что они сейчас окажутся разделенными, и этот, как называется, рабочий их заберет, у этого будет убыток потом из-за этого. То есть, его деньги, возможно, к нему не вернутся обратно. Говорит, по ячгуру, берлип, видишь, потому что если он не позволит этого, то есть, не позволит делить деньги раньше времени, то это позволит ему что? Если что? То есть, если будет какой-то убыток, закрывать убыток вот этими вот доходами. А если мы сейчас все разделим, Амар себе деньги заберет, то получится, что он уже не сможет доходами покрывать убытки. То есть, кто хозяин денег? Понятная ли мне тут эта аргументация? Говорит, А если отказывающийся является, наоборот, рабочий, то есть, предлагает теперь кто поделить деньги? Хозяин денег предлагает, давай, говорит, поделим. А рабочий, наоборот, теперь отказывается. То есть, их прокуратом разбирает две ситуации. Понятен вопрос? То есть, он что говорит? Если один из двух партнеров предлагает поделить деньги, а второй отказывается, тогда нельзя делить эти деньги. Делить деньги можно только в таком условии, когда оба согласны. По обоюдному согласию, что там можно разделить, даже если еще полгода не пришли. Это другой вопрос, он придет дальше. Но сейчас разбирает какой вопрос, если только один просит, что поделить деньги, а второй отказывается. Потом куда мы начинаем разъяснять. Представим так, что просит разделить деньги рабочие, а хозяин денег отказывает, что делить не будет. Какая у него аргументация может быть, почему он не хочет делить деньги? А потому что пока эти деньги не разделены, вот эта прибыль, которая каждый день накапливается, служит ему подушкой безопасности. Если что, она покроет убытки. И чем больше эти деньги накапливаются, тем больше у него уверенности, что к нему вернется его капитал, который он вложил. Поэтому, естественно, он не будет хотеть деления раньше времени делить эти деньги, чтобы они не перешли сразу к Амру, и он остался без денег. Теперь ведь наоборот. А если теперь, наоборот, хозяин денег попросит поделить деньги по какой-то причине, к нему нужны деньги и так далее, хочет жить на эти деньги, попросил, давай разделим сейчас. А Амель рабочий, наоборот, отказывается. Какая у него аргументация? Потому что, говорит, возможно, здесь ему придется вернуть что-то, что он вернуть не может. Что он вернуть не может. То есть, возможно, ему хозяин денег раньше разрешал брать, допустим, каждый день из кассы, например, по 500 рублей на жизнь. И он такое делал. Но с таким условием, что это не считается за деление имущества. Так что, когда мы за стол сядем, мы эти деньги, которые ты брал уже, сосчитаем и их отнимем, как будто ты сейчас их забираешь. Потому что ты уже забрал их заранее. Поэтому рабочие тоже сейчас в опасности находятся. Представим, допустим, они 3 месяца работали, и рабочий каждый день из кассы брал по 1000 рублей, допустим. То есть, уже забралось из кассы 90 тысяч. Теперь приходят и начинают делить деньги. Если оба согласятся, начинают делить деньги. А кажется, что прибыль, прибыль, допустим, каждому по 50 тысяч. А этот уже успел 90 тысяч забрать. То есть, ему придется сейчас откуда-то 40 тысяч находить, для того, чтобы отдать то, что он забрал раньше из кассы, что называется, раньше времени. Поэтому он тоже может не согласиться, сказать, не, не, я не хочу, откуда я тебе сейчас эти 40 тысяч возьму. Понятно ли, нет, будем работать, работать. Иншалла, когда полгода придет, все будет нормально. Как бы вот эти 40 тысяч уже будут покрыты. И мне не придется из своего кармана их где-то искать и вытаскивать. Вот это, иншалла, тоже ясно. Дальше говорит, А если оба они согласятся на эту кисма, то есть на это предварительное деление денег до срока, то это разрешено. Потому что право принадлежит им обоим. И при этом без разницы, хотят они поделить все имущество или только часть этого имущества. Или соглашаются поделить только что, соглашаются поделить. Или взять из кассы только столько, сколько каждому нужно. Допустим, хозяин денег приходит, или наоборот рабочий приходит, и говорят, давай, каждый из нас сейчас деление не будем делать, но просто сделаем как бы предварительно. Каждый из нас просто по 30 тысяч из кассы возьмет, чтобы жить. Так тоже, говорит, разрешено с обоюдного согласия. Потом, говорит, если получится, что придет убыток, придет убыток, то рабочий должен будет возвратить часть денег. Почему, брат? Потому что он взял эти деньги не в качестве нормального, полноценного деления денег, так что эти деньги все уже к нему перешли. Помнишь, мы же так говорили? Каждый день он по тысячу, по тысячу, по тысячу берет. Это он берет не на том основании, что он уже все это его мальмустахир, что он его забрал, не должен ничего возвращать. Нет, это как бы что? Хок никаком, что он как будто бы ничего не забрал. То есть, если будет какой-то убыток, он должен будет где-то деньги искать и покрывать. Потому что эти деньги должны были быть в кассе. Это, хочется сказать, здесь и внукудам. Дальше, говорит, это мнение Суфьяна Саури, а также Ашафия, а также Исхака. И сказал Абу Ханифа, это второе мнение в этом вопросе. Сказал, даже если они оба согласны на предварительное деление, это не разрешено. Кто говорит? Абу Ханифа. Пока хозяин день не заберет все свои деньги. Говорит, сказал Абдул-Мудр. Говорит, если они разделят имущество, то есть разделят прибыль, до того, как хозяин денег еще заберет всю свою сумму, которую он изначально вложил, то большинство ученых говорят. Рабочий должен будет вернуть все эти деньги потом обратно, чтобы хозяин денег смог забрать свои деньги. Говорит, Говорит Абдул-Мудра, за нас то, за то, что разрешено такое, если оба согласны, разрешено сделать предварительное деление. За нас то, что говорит, это имущество принадлежит им обоим, и никто не может диктовать им запрет в данном случае. Потому что нет постороннего третьего человека, который мог бы пойти на запрет. Они вдвоем, что хотят со своим имуществом, то и делают. Говорит, как два партнера. Или мы можем их вообще назвать двумя полноценными партнерами. Двумя полноценными партнерами. И они говорят, что могут делить прибыль до Муфасада. Что такое Муфасада? Закончательное расхождение, когда они оба прерывают свое деятельность, свое партнерство. Могут делить или нет? Могут, говорит, делить. Говорит, внешние слова имама Малика, как передал это им нарушит от него. Малик говорит, что они могут это сделать. И потом рабочий не должен ничего возвращать, если получились убытки. Но правильным является мнение большинства ученых. Значит, какое правильное мнение в вопросе получилось? Смотри. Еще раз. Если два партнера, хозяин денег и рабочий, решили сделать предварительное деление денег. До того, как пришел определенный срок, который они обговорили заранее. И до того, как хозяин забрал деньги, свой начальный капитал. Можно это делать или нет? Более правильное мнение, что это разрешено. С обоюдного согласия. Если один из них не согласен, это не разрешено. Но если обоюдный соглас есть, это разрешено. Так, теперь другой вопрос. Хорошо. Если рабочий забрал вот эти деньги, рабочий забрал свою, что называется, прибыль или определенную сумму, на которую они договорились, в случае убытков, или в случае того, что хозяин денег, не хватает ему денег, чтобы забрать свое имущество, свой начальный капитал, рабочий должен будет эти деньги вернуть или нет? Рабочий должен будет эти деньги вернуть. Понятно или нет? Потому что он их забрал не как свое основное имущество, которое уже все закрепило за ним, а забрал вот эту прибыль, которая как служила, как подушки безопасности для покрытия вот этих вот убытков. Поэтому он должен будет это вернуть. И говорит, могут сделать как? Могут предварительно вообще разорвать сделку мудараба, разделить имущество, как оно есть, а потом же что? Начать мудараба заново. Начать мудараба заново. Так, это уже другой вопрос немножко. Так, вот этот вопрос пока ясен или нет? Так, давайте сегодня на этом завершим и следующие вопросы будем рассматривать на следующем уроке. Субханакаллаху, мабихамдик. Ашалам, ла илляхе, илля антас, астахару, илляху, илляху. Субханакаллаху, мабихамдик.